Происходит от имени индийского штата Кашмир. Кроме Индии, основными поставщиками этого материала являются Китай, Монголия и Иран. На протяжении веков Кашемир был привилегией королевских домов и элитных сословий. Вот и сегодня Кашемир – это дорогое удовольствие. Стоимость продукции очень высокая, в связи с этим и стоимость самого вещи из Кашемира очень высокая, так как из подшерстка одной козы добывается всего лишь 150 грамм шерсти. Поэтому требуется очень много человека-часов, потому что это делается вручную, требуется очень много человека-часов, чтобы вычесать шерсть. Сегодня из Кашемира производят абсолютно разные вещи – от кардиганов до туник, от перчаток до топов. Особенно актуальны свитера и платья. А главным преимуществом Кашемировых моделей является простой крой. Необычный дизайн здесь может быть только, допустим, оверсайз. В основном Кашемировые вещи имеют простой крой, так как кашемир высокого качества способен прослужить долгое время. А именно вещи простого кроя, обычные классические вещи, они никогда не выдают из моды, и человек может носить их несколько лет и не казаться старомодным. От холодов в осенне-зимнем сезоне также спасет верхняя одежда из Кашемира. Например, классическое пальто мужского кроя. В отличие от свитера или юбки, оно плотнее, благодаря высокому кручению нитей. В платье, допустим, две нити используются для верхней одежды, возможно, используются даже восемь нитей. Иногда в верхнюю одежду добавляют акрил для того, чтобы верхняя одежда не потеряла форму. И иногда также добавляют шерсть. Завершить образы помогут аксессуары. Красивый кашемировый шарф или шапка – показатель хорошего вкуса. Как и любая другая дорогостоящая одежда, вещи из Кашемира требуют особого ухода. Этот капризный материал рекомендуется хранить в прохладном темном месте. Также Кашемир не любит ежедневной носки. Кашемиру нужно день-два отдохнуть. Вещь должна отлежаться и прийти в свою прежнюю форму. Поэтому Кашемир рекомендуется носить не больше 2-3 раз в неделю. И стирка Кашемира рекомендуется только ручная. То есть от машинной стирки Кашемир испортится. Когда вы выбираете изделие, обязательно обратите внимание на состав ткани. Это должен быть стопроцентный Кашемир. Чтобы определить вещь из самой тонкой шерсти, внимательно изучите ее поверхность. Кашемир вы определите только на ощупь. Он очень-очень мягкий. Если сравнить с шерстью, овечья шерсть, она чуть грубее. Кашемир, он очень мягкий, нежный. Если вещь очень сильно просвечивает, это говорит о низком качестве материала. Такое изделие быстро потеряет форму. Что касается цветовой гаммы, натуральная шерсть бывает серого или бежевого оттенка. Но сегодня дизайнеры предлагают крашеную ткань. И она ничуть не уступает в качестве. Я бы порекомендовала модный цвет красный. Он будет отличным ярким петлом в вашем образе. Допустим, какой-то красный свитер. Он будет интересно смотреться. Естественно, для тех, кто любит спокойные оттенки, я бы порекомендовала серые или бежевые оттенки. Они спокойные и подходят многим людям. Дизайнеры любят кашемир за его роскошь и классическую элегантность. Одежду из такого материала можно смело сочетать с разными стилями и оставаться модной. А при правильной заботе кашемировые вещи могут служить вам несколько лет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...